50 тем назад мы с вами установили CentOS. Тогда это был один из самых распространенных бесплатных дистрибутивов, во многом благодаря тому, что он был копией дистрибутива RedHat Enterprise Linux. Сам RHEL не отличался функционалом, но из-за подписки на поддержку и доступа к репозиториям стоил денег и не был доступен для бесплатного использования. Компания RedHat поддерживала проект CentOS, но в конце 2020 объявила о прекращении поддержки CentOS Linux и смещении фокуса на CentOS Stream. CentOS 8 будет поддерживаться до конца 2021 года, а седьмая версия до середины 2024 года. В связи с этим несколько компаний объявили о выпуске своих дистрибутивов на замену CentOS, которые также будут копировать RHEL. То есть функционально эти дистрибутивы отличаться не будут, но могут быть отличия в чистоте обновлений, количестве пользователей и прочих административных моментах. Второе со временем может привести к тому, что какие-то из этих дистрибутивов также прекратят поддерживаться. При этом сам RedHat объявил, что теперь индивидуальные пользователи могут бесплатно использовать 16 копий RedHat Enterprise Linux на виртуалках или физических машинках для тестирования или небольших рабочих задач, но опять же только для индивидуального использования. При этом не будет поддержки, но доступ к репозиториям останется. Для продолжения курса вы можете выбрать любой из дистрибутивов, вышедших на замену. Свой выбор я остановил на RedHat Enterprise Linux, и на это есть несколько причин. Во-первых, я хочу, чтобы этот курс помог вам с работой. Немало компаний используют бесплатные дистрибутивы, но если говорить о крупных компаниях, они предпочитают дистрибутивы с коммерческой поддержкой. И здесь RedHat лидер. Хотя РХЛ почти во всем идентичен с его бесплатными альтернативами, небольшие отличия все же есть. И поэтому ваш опыт работы с RedHat Enterprise Linux может оказаться немножко предпочтительнее для работодателя. Во-вторых, и это куда важнее, у RedHat есть много других продуктов, которые очень часто используются в крупных компаниях. И эти продукты можно установить только на RedHat Enterprise Linux. А их знание может сильно помочь вам в трудоустройстве в хорошую компанию. Поэтому в дальнейшем я планирую с вами разобрать хотя бы часть этих продуктов. Итак, зачем вообще мы взялись ставить систему? Для некоторых следующих тем нам нужна еще одна виртуалка. Почему не скопировать существующую? В прошлый раз, когда мы устанавливали систему, мы ничего о ней не знали. Поэтому делали это вслепую. Сейчас же, набравшись знаний, мы можем куда детальнее разобрать этот процесс. Для начала надо скачать ISO образ. Заходим по ссылке на сайт и нажимаем Download. Так как аккаунта у нас пока нет, нажимаем Register. Вводим наши данные и нажимаем Next. И опять вводим данные и нажимаем Create My Account. Подтверждаем email. После чего возвращаемся на ссылку скачки, уже залогиненные. На этот раз скачаем Boot ISO. Этот образ установщика весит мало, но все необходимое ставят из интернета. Так как в дальнейшем мы будем работать с минимальной системой, этого нам вполне хватит. Теперь ждем, пока скачается. Запускаем VirtualBox, нажимаем New, чтобы создать виртуальную машину, и пишем Hello8. При этом автоматом прописывается тип системы и его версия. Одного гигабайта оперативки нам вполне хватит. Также оставляем галочку на создание нового виртуального диска. В окне создания диска выбираем размер 20 гигабайт. Тип файла оставляем VDI. Также оставляем динамическое выделение пространства. После чего заходим в настройки виртуалки, Network, Adapter 1 и меняем NAT на Bridget, то есть сетевой мост. В зависимости от того, как вы подключены к сети, под сетевым мостом выбирайте Ethernet или Wi-Fi адаптер. Но обычно VirtualBox сам определяет нужный адаптер. После этого нажимаем ОК. Другие настройки нам не нужны. Раньше мы ставили систему с графическим интерфейсом и надо было поднастроить пару параметров. Сейчас же графический интерфейс нам не нужен. Стартуем виртуалку. При этом VirtualBox предложат подцепить ISO образ. Находим скачанный файл и выбираем его. Первое, что мы увидим – окно с выбором, где можно, во-первых, установить систему, во-вторых, протестировать установщик на целостность. Обычно это нужно, если вы записали ISO образ на оптический диск или флешку и у вас подозрение, что что-то не так записалось. И, в-третьих, решить какие-то проблемы с установленной системой через Troubleshooting. Выберем установку. Затем нас встречает окно с предложением выбрать язык установщика. Оставим по умолчанию – английский. Виртуалбокс будет захватывать мышку и, чтобы вернуть мышку на основную систему, следует нажать правый Ctrl. Раскладку клавиатуры и поддержку языков оставим по умолчанию. Наша система будет в качестве сервера, а в подавляющем большинстве случаев на серверах английского языка достаточно. Заходим в Network и Hostname. Нажимаем галочку на включение адаптера, чтобы виртуалка получила IP-адрес по DHCP. Затем снизу пишем Hostname – RL8. Нажимаем Apply и Done. Затем в Time and Date выбираем наш регион и город. Если у вас снизу отображается уведомление, что NTP-сервер не настроен, просто переактивируйте галочку Network Time. Это нужно, чтобы система синхронизировала время с сервером из интернета. Иначе в дальнейшем время в системе начнет различаться с реальным временем, а это может привести к проблему. Нажимаем Да. Заходим в KeyDump – это механизм, который собирает информацию в момент поломки ядра и может быть полезен для диагностирования проблем. В целом это полезная штука, и стоит ее оставлять включенной в рабочей среде, чтобы в случае чего решать проблемы с ядром. Но KeyDump резервирует себе оперативку, а у нас тестовая среда для обучения. Проблемы с ядром нам пока не страшны и маловероятны. Нам куда важнее ресурсы, поэтому отключим его, убрав галочку Enable KeyDump и нажав Done. Заходим в Security Policy. Здесь у нас политики безопасности. Есть определенные стандарты настроек системы, особенно с точки зрения отказустойчивости и безопасности, которым должны соответствовать различные организации и компании. К примеру, различные банки должны соответствовать стандартам PCI DSS. В этих стандартах говорится как об организации инфраструктуры, так и конкретных настройках различных программ. К примеру, srdemon, на какие файловые системы должен быть разделен диск, какие параметры должны быть у Basha, и т.д. и т.п. Соответствие стандартам полезно и предотвращает многие проблемы. Но настройка всего этого может занимать много времени, а дальнейшее администрирование настроенной системы немножко усложняется, так как появляется много ограничений с точки зрения безопасности. Возможно, когда-нибудь мы пройдемся по какому-нибудь стандарту, но нам пока это рано. В этом окне мы можем выбрать один из стандартов и применить его, чтобы свежеустановленная система сразу соответствовала стандарту. Но пока мы учимся, это будет мешать, поэтому отключим Apply Security Policy и нажмем Done. Теперь приступим к разметке диска. Мы уже много говорили о дисках и файловых системах, поэтому вместо автоматической разметки можем выбрать Custom, чтобы настроить самостоятельно. Это важно, потому что в большинстве случаев автоматическая разметка может не подходить под наши задачи. Нажмем Done. В этом окне можно гибко и удобно настроить разделы и файловые системы. Итак, предположим, мы настраиваем сервер. Зачастую полезно держать операционную систему и все, что к ней относится, на одном диске, а данные, с которыми будет работать сервер, на другом. Это позволит в дальнейшем свободно перемещать данные на другую систему, просто отключив диск с этой системы и подключив на другую, а также заменить операционку в случае проблем, не затронув данные. Сейчас мы делаем шаблонную виртуалку и, если что, подключим новый диск, где и будем хранить данные. Из темы о LVM мы помним, что со стандартными разделами работать очень неудобно и, если завтра будет не хватать места, что на серверах происходит очень часто, простым способом это решить не получится. Поэтому нам обязательно нужен LVM. Из темы о загрузчике мы помним, что всю систему можно хранить на LVM, если у вас используется Grub2. Но RedHat настоятельно рекомендует держать директорию boot на стандартном разделе. Поэтому начнем с нее. В выпадающем меню выбираем Standard Partition и нажимаем плюс. В окне в качестве Mount Point выбираем Slash Boot. В этой директории у нас хранится ядро InutramFS и настройки Grub, что занимает мало пространства. Но при обновлении сюда же добавляется новое ядро, новое InutramFS и, если здесь место забьется, возникнут проблемы. По умолчанию при обновлении пакетный менеджер сохраняет старую версию ядра и InutramFS, чтобы в случае проблем можно было загрузиться со старого ядра. И по умолчанию сохраняются три версии ядра. Текущая, предыдущая и предпредыдущая. Ну и при установке новой версии появляется еще и четвертая, но потом самое старое ядро удаляется. На четыре версии ядра примерно хватит одного гигабайта, поэтому столько и выделим. Но если вы будете что-то делать с ядром, генерировать новый InutramFS и тому подобное, проследите, чтобы boot не забился. Нажимаем Add Mount Point. Теперь добавим Swap. Тут все очень индивидуально и зависит от сервиса, который мы будем поднимать на этом сервере. Советую посмотреть тему про Swap, чтобы лучше понимать, зачем это нужно. Оттуда же возьмем шаблонную табличку и найдем значение для нашей виртуалки. Итак, у нас в оперативке всего 1 гигабайт. Под это подходит первая строчка. Гибернация на серверах обычно не используется, поэтому под Swap хватит 2 гигабайта. Нажимаем плюс, выбираем в качестве Mount Point Swap и к опасти 2 гигабайта. Но мы предполагаем, что в будущем может понадобиться больше оперативки и, соответственно, Swap. И чтобы мы могли без проблем увеличить Swap, следует его сделать на LVM. Для этого в Device Type выбираем LVM. Справа у нас появится название Volume Group. Rheal Rheal 8. Обычно я придерживаюсь своего стандарта в названии томов, поэтому переименую. Нажимаем Modify. Итак, Volume Group, где у меня находится корень и все, что относится к системе, я называю RootVG. А Volume Group с данными – DataVG. Но если в будущем понадобится подключить этот диск к другому компьютеру, где уже есть Volume Group с таким же названием, возникает проблема с LVM из-за одинаковых названий. Поэтому к RootVG я прописываю HostName. RootVG L8. Нажимаем Save. Ниже Volume Group есть Name – имя логического тома. К ним я обычно приписываю LV – Swap LV. Если экран установщика маленький, нужно навести мышку направо и, используя ползунок, спуститься вниз, чтобы появилась кнопка Update Settings. После наших изменений надо ее нажать. Еще раз нажимаем плюс. Так как эта виртуалка у нас в качестве сервера, и, скорее всего, здесь у нас не будет реальных пользователей и их файлов, Home вносить в отдельную файловую систему не надо. Бывают сервисы, которые хранят свои данные в домашней директории своего юзера. Тогда имеет смысл отделить Home. Но в нашем случае это не надо. Зато на серверах имеет смысл отделять от корня директорию var.log. При каких-то проблемах логи могут быстро накопиться и забить весь корень, из-за чего система перестанет работать. Выделив под логи отдельную файловую систему, мы можем обезопасить корень. Сколько выделить под логи, зависит от многих факторов. Как долго вам нужно хранить логи, как много их пишется в день и тому подобное. Зачастую создается отдельный лог-сервер для центрального хранения логов. Тогда на самих машинках хранить много логов не нужно. Выставим 4 гигабайта. Для тестов этого объема вполне хватит. И, если что, все равно мы используем LVM и сможем увеличить. Появившийся стандартный раздел поменяем на LVM в Device Type. На этот раз менять Volume Group не надо, название уже сохранилось. Осталось поменять название логического тома LogLV и нажать Update Settings. Еще раз нажимаем плюс. Осталось только создать логический том для корня. В некоторых случаях имеет смысл выносить и другие директории, но это уже частности. Итак, выбираем в качестве Mount Point корень. Свободного объема осталось где-то 13 гигабайт. Под корень выделим 11. Остальное оставим свободным. Если завтра нам где-то перестанет хватать места, или мы захотим сделать снапшот, немного лишнего места нас могут спасти. Опять же, выбираем тип LVM. Меняем название на RootLV и нажимаем Update Settings. После чего нажимаем Done. Установщик покажет, что к чему, и предложит принять наши настройки. Accept Changes. Затем заходим в Connect to Red Hat. Здесь нам нужно ввести логин и пароль, указанный при регистрации в портале Red Hat. Также убираем галочку с Insights. После чего нажимаем Register. Если все прошло нормально, вы увидите окно с информацией о подписке. Нажимаем Done. Installation Source я пропускаю. Обычно здесь можно указать дополнительные репозитории или выбрать локальные, если интернет недоступен. Но ни то, ни другое нам пока не нужно. После этого идем в Software Selection. Здесь у нас есть готовые шаблоны, которые позволят еще при установке поставить все необходимые инструменты под нужную задачу. У нас задача не предопределена, поэтому мы поставим минимальную систему со стандартными утилитами. В стандартные утилиты входят тот же самый Nano, всякие утилиты для управления C-Linux и некоторые другие пакеты, без которых можно, но с ними удобнее. При этом графического интерфейса у нас не будет. Нажимаем Done. Используя ползунок, спускаемся вниз. Осталось настроить пароль рута и создать пользователя. При создании пользователя не забываем поставить галочку, чтобы сделать его администратором. Ну и в конце концов нажимаем Begin Installation. Установка займет некоторое время, потому что часть пакетов будет скачиваться с интернета. После установки нажимаем Reboot. Затем логинемся в систему и узнаем IP-адрес, чтобы подключиться по SSH. Собственно, подключаемся по SSH и на всякий случай проверяем обновления. Хотя обычно после установки по сети сразу обновления не требуются. Так как мы работаем с виртуалкой, первым делом стоит установить гостевые дополнения. А для этого предварительно нужно установить пару пакетов. После чего в VirtualBox к виртуалке нужно подцепить гостевые дополнения, ну и по необходимости их скачать. После того, как вы нажмете Insert, вернитесь к SSH и запустите команду ls-scase. Она покажет файл CD-ROM, который надо будет примонтировать, допустим, в MNT. Затем запустить из этого диска vbox linux-additions.run. А после установки перезагрузить виртуалку. После перезагрузки еще раз подключимся по SSH и убедимся, что гостевые дополнения установились. Сервис активен, а это говорит о том, что, скорее всего, все установилось без проблем. Итак, наша виртуалка готова. Давайте напоследок сделаем снапшот, чтобы, если что, можно было вернуться к текущему состоянию. Для этого предварительно стоит выключить виртуалку. Затем открываем VirtualBox, переходим в секцию Snapshots и нажимаем Take. Назовем Snapshot PostInstall и нажмем OK. Все готово. Давайте подведем итоги. Установка операционной системы – процесс простой, с которым многие могут справиться. Однако зачастую у новичков возникают вопросы и сомнения. К примеру, как правильно разметить диск. Это, конечно, очень индивидуально и разнится от системы к системе. Но если понимать, что и зачем делать, то в будущем можно избежать многих проблем. Я надеюсь, что за эти 50 тем вы стали лучше понимать, как устроена операционная система и как с ней работать. А установка CentOS практически идентична установке Red Hat Enterprise Linux, за исключением момента с регистрацией и подпиской.